Этот праздник называется по-еврейски «Шавот». В переводе с еврейского он переводится «недели». Недели, 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 да? Седмицы, седмицы, седмицы. Семь недель должно пройти после праздника Пасхи. И я скажу небольшую неканоническую притчу. И что я расскажу неканоничную притчу днес? Для подготовки. Это будет коротко. И передам сегодня все служение нашим братьям мессианским евреям. Они сегодня будут служить. Умирает один старый кореец. И собирается все его большое семейство. И уже все понимают, что он скоро уйдет. И все собрались в его спальню, у его ложа. И говорят ему, папа, может быть, ты скажешь нам какие-то свои последние наставления. И он так лежит, смотрит потолок. И говорит. Дети мои. Берегите евреев. Дети, как мы корейцы, вообще. Причем тут евреи вообще, ну, ничего не поймем. Ну, решили подослать старшего сына. Старший сын потихонечку так подкрадывается. И говорит, папа, а скажи, а почему нам надо беречь евреев? Ну, папа лежит, а молчит, смотрит потолок. Отправляет ему среднего сына. Средний сын потихонечку посаживается. Папа, может быть, ты все-таки скажешь, почему нам надо беречь евреев? Ну, опять папа так смотрит потолок. Дети мои. Говорю вам. Берегите евреев. И, наконец, это большое семейство решило отправиться его самого любимого сына. И целое семейство решало да исправить наилюбимый сын. Младшего. Малкий сын. Ну, младший так подлег на грудь. Гладит руку. И так нежно спрашивает. Папочка, ну, может быть, ты все-таки скажешь. А в чем секрет? Почему нам надо беречь евреев? И папа говорит. Ну, тебе скажу по секрету. Шепотом на ухо. Говорит ему. Евреев перебьют. За корейцев возьмутся. Ну, это вот такая неканоническая притча. Она ходит между корейцами. Почему я сегодня ее говорю? Вы знаете, в этой притче сокрыта колоссальная правда. Вы знаете, что Израиль сдерживает на себе? Израиль на сегодня день сдерживает. Это самая горячая точка на земле. И она взяла весь удар на себя. Почему? Вы знаете, вот Писание, Послание Кремля, оно говорит о том, что ради нас, язычников, природная маслина была отсечена. Чтобы привиться нам к дикой маслине. Спасение через иудеев. Вы знаете, в последнее время Бог будет судить нас. Христос будет судить все человечество. Христос ще сыди целое человечество. И вы знаете, как Бог будет судить человечество? Бог ще сыди человечество. всяка нация и всякий человек по отношению к Израилю, как ты вел себя по отношению к Израилю, как ты себя вел по отношению к евреям, и еще более конкретно, как ты себя вел по отношению к одному самому главному еврею, к Ишуа Машех, к Иисусу Христу. И это не я придумал. Это написано в Евангелии. Иисус говорит, вы меня посетили в больнице? А вы посетили меня в тюрьме? А вы пришли ко мне? А вы подали мне руку? А вы меня накормили? Вот поэтому Бог будет судить нас. Накормил ли я Ишуа? Поэтому сегодня я встал рано, и вот на эту почетную подушечку положил израильский флаг. И на тази возглавница сложил израильский знамя. И сегодня я все служение отдаю евреям. И сегодня евреи нам покажут. Евреи днес не покажут. Как евреи празднуват праздник Шавуот. Как евреи празднуват праздник Шавуот. Многие христиане не имеют представления. Многото христиане не имеют представил какво и това. И поэтому я с большой радостью сегодня. С голяма радость днес. Я верю в то, что Господь меня рано или поздно оправдает. Вяруем, че Господь рано или кысно ще ме оправдает. Потому что я очень люблю. Защото аз много обичам. Очень люблю Израиля. Много обичам Израил. Очень люблю евреев. Много обичам евреите. Но больше всех я люблю Ишуа-маших. И это правда. Люблю всем сердцем. Представляю сегодня брата Сергея. Представим видны брат Сергей. Он уже нас... Брата Николая? Давайте дальше уже вы. Брат Николай, давай вперед. Нет, я решил, что... Ну, как бы немножко не в тему. Сегодня все-таки другой праздник. Хотел исполнить гимн Израиля, но... Ну... В другой раз. Не в другую эту систему, потому что я как раз буду говорить, что в Израиле происходило. И здесь у меня там... Не наоборот, смотри. Перевернуть. Ага. Ничего. Спасибо большое. Геннадий Максаним. Благодаря вам, Геннадий. Шалом, дорогие братья и сестры. Шалом, скутые братья и сестры. Мы совсем недавно приехали из Израиля. Две недели были в Израиле. Две недели были в Израиле. Две недели были в Израиле на ретрите в Хасе и в Краютах. И на марше нации, который был посвящен 75-летию образования государства Израиля. На образованието на биржавата Израил. Этот марш нации, марш народов уже много лет проводит Джобс Битнер из Тюбингина, из Германии. Джобс Битнер. Это пастор церкви Тасис, из города Тюбингина. Тюбингин – это город, в котором была разработана база по уничтожению евреев. Университет работал, весь университет Тюбингина работал на создании теологии, для того, чтобы уничтожать евреев. А теперь в Тюбингингин – это центр, центр покаяния в антисемитизме, покаяния на Германии и многих других странах в антисемитизме, в Холокосте и так далее, ксенофобии. И в этом марше нации, это был юбилейный марш нации, три дня он проходил в Иерусалиме, и туда приехало несколько сотен человек, несколько сотен христиан из 26 стран мира. Я бы попросил сейчас передать обращение пастора Джобста Битнера ко всем болгарам. Если можно видео включить, пожалуйста. На самом деле, таких видео у нас много. Очень многие пастора, пастор Рэбе Леон из Хайфы, Леон Мазин из Хайфы, Рэбе Ицхак Абаев из Крают, очень много Бориса Уловича Грисенко, Рэбе Киевско-еврейской мессианской общины. Очень много раввинов, очень много пасторов обращалось с болгаром, благословляло, потому что мы, наша команда, носили и украинский, и болгарский флаг. Люди к нам подходили, интересовались, что это за флаг, и очень радовались, что Болгария участвует в этих марше народов. Пожалуйста, покажите обращение Джобста Битнера. Хорошо. И хочу тогда… Сейчас, одну секунду, сейчас покажу в начале. У нас программа. Боже, благословение всем болгарам, всей этой стране. Болгарии от Джобста Битнера, организатора, организатора, уже много лет этого прекрасного марша наций в Иерусалиме и во всем Израиле. И шамешуя, амэн. Амэн. Спасибо большое, спасибо большое, дорогие братья и сестры. Давайте поаплодируем Джобсту Битнеру. Огромная команда была из Германии, из Швейцарии, вообще из 26 стран. Там даже были, потом был большой концерт в центре Иерусалима. Там даже еврейские песни пели, ну, чернокожие, с каких-то африканских стран. И представьте, представители 26 стран, таких экзотических в том числе. Танцевали еврейские танцы. Эти хороводы еврейские в центре Иерусалима. И в центре заводили кату-хуро. И в этом, кстати, в этом марше нации принимало участие представители Кнессета. В Кнессете было большое собрание. Ну, Кнессет – это правительство Израиля. В зиму участие правительства на Израил. И в этом марше непосредственно было очень много представителей, в том числе различных структур, правящих структур. И в той марше ему представители на различные управляющие структуры. Еще, пользуясь случаем, хочу передать большой привет. Искам да придам, гулям поздрав. Большой привет от корейской церкви из Афулы. Вы знаете, я хочу сказать, с удовольствием послушал эту неканоническую притчу. С удовольствием чух тази неканонична притча. И подтверждаю, что корейцы с большим пониманием относятся к роли еврейского народа. Подтверждавам, че и корейцы с гулямо разбираны соотносят к роли еврейских. Мы учили Ким Дэвид, это епископ направления Грейс. Он очень серьезно относится к служению евреям. И многие церкви, там огромное количество церквей в этом объединении служат евреям. И в том числе церковь на скале, тоже практически первая в Болгарии, начала еврейское служение в Болгарии для евреев. Дело в том, что корейцы понимают, что Новый Завет в книге Иеремии, в 31 главе, 31 стих. Новый Завет тоже был заключен с евреями. Написано, что заключу Новый Завет с домом Израиля и с домом Игуды. Почему не с болгарами, почему не с украинцами, не с русскими Новый Завет был заключен? Потому что Старый Завет не был заключен с украинцами или русскими. Старый Завет был заключен с еврейским народом. Ну, уже не говорю про еврейство Ишуа Мессии, и всех апостолов. Даже великий апостол язычников тоже был Иудей из Иудея. Мы с удовольствием принимали участие в богослужении церкви в Афуле. И там пасторы Игорь Максоним и Ирина Максоним передали для церкви на скале, за еврейское служение. Передали вот такой прекрасный подарок. Это имя Ишуа. На иврите написано Ишуа. То есть мы с радостью слышим, когда в церквях направление Грейс молятся во имя Ишуа. Есть радость, когда в церквях направление Грейс молятся во имя Ишуа. Ишуа – это на иврите, и на иедыше означает спасение, спаситель или Бог спасает. Наша команда молилась у восточной стены, так называемой стены плача за Болгарию. И я бы хотел благословить вас Аароновым благословением. Искандусь в богослове с Аароновым благословением. Я врахиха Адонай, Вишмареха. Я ирданай, Панавелеха, Вихунека. Исаданай, Адонай, Панавелеха, Виасемлеха. Шалом, шалом. Да благословит вас всех ваших родных и близких и ваши духовные семьи, Господь. И сохранит вас. Да благослови Бог вашите близки и да ви опази, и вашето семейство да ви опази. Да обратит на вас Господь светлое лицо свое и подарит вам. Нека Бог да обърне своето светло лице към вас и ще ви подари. Своя Божия шалом. Своя Божия шалом. Бишем Ишуа гамаших во имя нашего Господа Ишуа Мессии Иисуса Христа. Ишуа Мессия наше Господь. Аминь. Аминь. Аминь, Аллилуйя. С праздником Шаво, с праздником Пятидесятницы. Дорогие друзья, еще хочу сказать большое спасибо направлению Грейс. Благодаря направлению Грейс. Еще пяти миллионов верующих людей по всему миру. На пет миллиона верующих по целия свят. Которые участвовали в двадцати дневном посту и молитве. Които са участвовали в двадцати дневен пост и молитвам. За Израил. За Израил. И сегодня кульминация этого поста. И кульминациято днеска е кульминация на пост. В огромном количестве церквей. Порядка ста миллионов ходатай. В огромном количестве церквей. Повече от сто миллионов ходатай. Сегодня будут молиться за Израил. И мы ожидаем. Вот мы очень чувствуем. Мы очень чувствуем наполнение. Особое наполнение Духа Святого. И мы молимся и всех благоставляем. Всем желаем особое излитие Духа Святого. На Вас, на всех Ваших родных и близких. В этот праздник Шавуот в пятидесятнице. В то же праздник Шавуот. Аминь. Аминь. Слава Богу. Спасибо большое. Брат Сергей готов? Давайте поприветствуем. Аплодисменты. Раз. Раз. Угу. Мне кажется, что все уже за меня сказали. Даже не знаю, что сказать новое. Ишуа воскрес. Ишуа воскреснул. Наверное, одно из самых радостных, что мы можем начать. Знаете, когда читаешь первые книги Библии? Здесь написано, что Бог создал небесные светила для того, чтобы мы наблюдали за временами и праздниками. Три самых больших праздника. Три най-големите праздника. Которые любит Господь. Които Бог обича. Это был Песах. Это Пасха. Велик ден Песах. Это Шавуот. О котором сегодня я немножко расскажу. И Сукот. Это праздник Кушейки. Итак, в прошлый раз я немножко так начал уже историю. О том, что еврейский народ почему-то собирал снопы. В храме. Но я вам сейчас хочу объяснить почему это было. Говорят, что Моисей знал о том, что что-то должно произойти. Бог не только выводит в землю, где течет молоко и мед. Но для того, когда вы получаете что-то определенное, вам нужна инструкция как ее использоваться. И вот, на второй день от Песаха народ вышел. И на второй день от Песах народ е излязел. Каждый день они считали. Всеки день са буряли. И когда посчитали уже до 50. И когда достигнули до 50. Господь посылает Моисея второй. И Господь им спрашивает Моисея со второй. Это говорилось о том, что Бог избрал народ для себя. Не для того, чтобы он гордился. А для того, чтобы разнес его имя по всему миру. Прошло время. Благодаря царю Соломону был построен великий храм. И евреи от Песаха каждый день приносили сноб ячменя. И евреите от Песах са донесили сноб от ячимык. Сефират хаомер в дословном переводе означает счет омера. Или вот этого сноба. И това означает дословный перевод означает брой на сноб. Сноб. Да, сноб. Ну, сейчас вы, наверное, скажете, Сережа, ну что нам интересны эти снобы. Что ты заливаешь нам тут? Про праздник рассказывать. Оказывается, Ветхий Завет, он у нас был интересным примером. И Старый Завет интересный пример за нас. Когда говорим праздник Шавуот, как было сказано, это недели. Два со седмици. Семь недель. Седем седмици. Когда вы ждете Новый год, что вы делаете? Ну, наверное, готовите там, значит, женщины список, чтобы купить поесть. Мужчины думают, что подарки какие-то сделать. Правильно? У нас не так. Не, не правим так. Каждая неделя. Всяка седмица. Дана для того, чтобы ты подумал о своем недостатке. И нужно помыслить за свой недостаток. Мне очень понравилось услышать мнение одного раввина. И синагоги. Который говорил, что у нас очень много недостатков. Мы можем их считать. А можем от них избавляться. Когда народ получил Тору, он подготовлен был. Была великая готовность к этому. Ну, представьте. Приходит какой-то муше и говорит, значит, сейчас возьмите ягненка, зарежьте, намажьте на косяках. Там что-то пройдет, убьет. Люди послушали. Идва човек и казва, трябва да зарежите това агното, кръвта му да сложите в ръците и някой ще върви, да, ще мине и няма да убие детето ви. Вы знаете, вышли не все евреи. Те, кто намазал. Кто не намазал, умерли. Умерли все первенцы. Они послушались. Теперь мы выходим из Египта, из цивилизации, идем перед нами пустыня. Моисей, у тебя есть вообще GPS какой-нибудь? Моисей, имаш ли няква навигация? Там море. Наверное, это примерно где-то возле Иллайта проходило. Камни, море. Вдруг поднимается пыль, фараон гонится с войском. Моисей, что это? Какво е това? Моисей тоже сам не понимает, но он подготовлен. Он пытается подбодрить народ. Раз Бог сказал, значит так будет. Раскрывается море, проходят они. Многие ученые говорят, что там есть такое место, где по колено воды. И много ученик казват, че има одно место, где водата е до Коляно. Но я хочу этим ученым прочитать продолжение, что целое войско фараона зашло и утонуло по колено в воде. Искам да прочета на тези ученик, че целое войско е влязло в вода и се удавило, когда вода е до Коляно. Элайт это сейчас курорт. Элайт, сега твой курорт. Как только вы проедете от Элайта в сторону уже с северу. Ако от Элайта утидете на север. Это пустыня. Пустыня, где очень мало воды. И представляете, и народ идет, и там Господь кормит их. Он беспокоится о каждом из них. Подошли они горе Синай. Вы можете в интернете посмотреть верхушка горы. И где върху на тази планина? Оплавлена. Тя е... Оплавлена. Огонь был. А, и малко изгоряла. Да. И ступена. Ступена върха на планината. И представляете, опять готовность. Вот когда я это все прошел, только тогда я получаю этот дар. Теперь от Песаха до Шавуота мы прошли такую ветхую заветную историю. Но когда читают сейчас в синагогах книгу Руфь, там есть очень интересный момент. Там има интересный момент. Когда Руфь шла позади этих, кто, снопы, жнет. Когато Руфь е вървяла за тези хора, които женат, собира тези снопови. Она шла и подбирала колосья. И тя е вървяла и собирала тези зерна. Это был закон на Шавуот. Това е бил закон на Шавуот. Собираешь и первое приносишь Богу. И първото отнасяш към Бог. Не все собирай, оставь для другого. Трябва да оставиш за друг също. Друга история също знаете. Когда Ваус увидел Руфь. Когато... Ваус. А, Ваус видял Рут. Он сказал своим людям, чтобы они больше оставляли, откидывали. Да оставят за нея повече. Эта история нас учит тому. Това история ни учи. Что каждому празднику мы должны подходить. Че към всеки праздник трябва да се подготвяме. Готовлены. Да бъдем подготвени. Малко стигаме към Новия Завет сега. Прошлоя проповед я закончил на Йоанна, седьмой главе. Съвърших на Йоанн, седма глава. Седьмая глава, 37-39 стих. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. А в последний день, великий день на праздника, Иисус застана и извика, казвайки, Ако и някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. Ако някой верва в Мене, реки от жива вода да ще потекут от тробата Му, както речи Писанието. А това казва за Духа, който вярващите в Него щаха да приемат, защото Светия Дух още не бе даден, понеже Иисус още не себе прославил. Тук много добре е написано Святия Дух. Кто, если хоть немного был связан с евреями, может слышали Руах Акодеш, Руах Елохим, Руах Адонай. Руах Это ветер. Твой ветер. Это дыхание. И самое интересное, что в еврите это женский род. И в еврите твой женский род. Я немножко от Шавлота приближаюсь к Пятидесятнице. И от Шавлота приближаюсь к Пятидесятнице. Для того, чтобы поставить маленькое такое понимание, чего я хочу сказать, и чтобы разберете по-добре, как вы иском докажем, что вспомним, когда Господь говорит, бьет же всякого сына, которого любит. Кто говорит? Кто это сказал? Ишуа. За кого говорит он? За Бога Отца. Мы сразу же родители вспоминаем. И не веднага родители, если вспомним. Если ты любишь сына своего, не жалей розги. Сразу родители вспомнили, да? Но на самом деле, когда мы это читаем, мы должны помнить о том, что розги не были в доме. Треба да вспомним, че розги... Наказание? Наказание, да. Пускай наказание. Че наказание то не е било в куше. Да. Если ребенок что-то натворил... Ако детето направило нещо нередно... У меня как у родителя сразу взрыв такой... Аз как родител се взрывявам. Веднага искам да го накажам. А там написано розги. Надо было пойти куда-то, сорвать это веточко. Пока я дойду, у меня огонь утихнет. Я уже подхожу, смотрю на глаза ребенка. И уже не хочу собить. И когда стигам до детето си, не искам да го бия. Характер Бога. Понимаете, да? А теперь я вам скажу, когда Иисус говорит. Куда-то Иисус сказал. Господь Ишуа так сказал. Ишуа такая сказал. Что... Матфея, двенадцатая глава. Давайте лучше читаем, потому что Сергей много о чем может сказать. Сергей может много какого докажет, но по-добре да прочитаем. Да, точно. Матфея, двенадцатая глава. Двенадцатая глава. Тридцать первый, тридцать второй стих. Тридцать первый, тридцать второй стих. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему. Если кто скажет на духа святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Затова ви казвам, всеки грех и хула ще се прости на човеците, но хула против духа няма да се прости. И ако някой каже дума против човешкия син, ще му се прости. Но ако някой каже дума против святия дух, няма да му се прости ни в тоя свят, ни в будущее. За да разберем тези стихове, трябва да разберем жителите на истока. Може би в Азия също така. Но если на улице плохо сказали за маму, это означает, что надо драться. К чему я вам веду? Дух святой, он заходит как мама. Он заходит в дом, в котором беспорядок. Человек только покаялся. Там ничего нету плохого, но беспорядок. И Дух святой начинает в нем уборку. И святия Дух започва да почиства. Помните слова Иисуса, когда Он говорит, что был злой Дух. Его выгнали. Он ходит по безводным местам. в свободные места. И вдруг говорит, слушай, пойду вернусь. И там сам Ишуа говорит, что в дом. Заходит и увидел, что он убранный, чистый. в този дом. Это человек, который покаялся. Но не принял Господа как истинного своего спасителя. И не продолжает в этом жить. Дом пустой. Он убранный. И написано, что он идет, собирает 7 злейших. И для того человека хуже бывает последний, нежели первое. Теперь же подготовка учеников. Когда читаешь Слово Божие. Ученики пришли на Елеонскую гору. И вместе с Ишуа. Он им дает наставление. Он даже их не предупредил о том, что он возносится. И вдруг он в их глазах начинает возноситься. И все вот так вот посмотрели наверх. Рот открыли. И стоят, ждут. Наверное, Бог посмотрел. И говорит, они долго так будут стоять. Посылает ангелов. И те говорят, мужик, что стоите смотрите? Так написано. Так написано. И это Ишуа. Твое Ишуа. Господь. Каким образом вознесся, таким и придет. По какому начинку возносил? По такому, что пристигнет пак. Но как он вам сказал? Не отлучайтесь из Иерусалима. И вот от Елеонской горы видно Иерусалим. Виден город Давидов. И вот мы читаем в Деянии. Читаем Деяние. Вторая глава, которую все прекрасно знают наизусть. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И внезапно стана шум от небето, както хвучението на силен ветер исполни целата кышта, где то сидяха. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И явиха им се языци, как огнени, които се разделяха, и седна поедин на всеки от тях. И исполнили все Духа Светова и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И те всички се исполниха с Светия Дух и почнаха да говорят чужди языци, според както Духът им даваше способност да говорят. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. А тогава престояваха в Иерусалим иудеи, благочестиви човеки от всеки народ под небето. Все пришли на праздник Шавот. Всички се пристигнали на праздник Шавот. Кто-то принес дары, к Богу нельзя приходить с пустыми руками. Нет, ты можешь прийти и сказать, Господи, у меня ничего нет, я ничего не могу Ти дать. И Бог сказал, наполню тебя. Но Бог так же говорит с искренним поступам искрено. А с лукавим по лукавству поступам. И вот ученики молятся. И здесь, смотрите, несущий сильный ветер. Вспомните, руах. Дух зашел. Появились как бы языки огненные. Видите, здесь слово есть как бы. И се явиха языки как огнени. И почти легли на каждого из них. И те седнаха поедини на всяких от них. Это говорится о том, я не буду сильно вдаваться в подробности. Но это говорится о том, что Бог поменял свою стратегию. Ты можешь получить Духа Святого. Можешь да получишь Святие Дух. В Новом Завете. Без каких-то особых подготовлений. Без особенной подготовки. В Ветхом Завете получали, ну как, Самсона, помните, да? В Старий Азавет, помните ли Самсон? Временами сходил на Него Дух. Он разрывал веревки и все такое. Някога е слизал Дух вверху Него и той разкъсвал въжето. У Михея в 3 главе, 8 стихе, интересно написано. Михей, 3 глава, 8 стих. А я исполнил силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать якобу преступление Его и Израэлю грех Его. Но аз наистина сам пылен со сила, со судьба и со смошки через Духа Господня, задая и заявя на якоба преступление Тому и на Израэля грехаму. Здесь говорится о том, что это еще и власть. Тва, со что говорится о власть? Когда Иешуа заходит в синагогу, ему отдали свиток. Скорее всего, это была книга Исаия, 61 глава. Когда он начинает читать Дух Господня на мне. Когда делаем теперь маленький анализ всего, что мы услышали, что самое первое, Дух Святой может жить в теле человека. Второе. Дух Святой рядом с Ним, с человеком. Это когда Бог приближается. Кто-то слышит сейчас это слово. И может быть Дух Святой уже начинает в нем работу. И Святой Дух может быть започвать работу в то же человеке. И ведет его к покаянию. Дух Святой, который живет в теле человека, он помогает ему побеждать. И Святой Дух, который живет в человеку, кто-то тяло ему помогает побеждать. Как я до этого сказал, что у нас есть много недостатков. Нам надо побеждать, в первую очередь, свои недостатки. Как-то казах, имаме много недостаток, и трябва да ги побеждаваме. Когда же читаем Деяния апостолов, здесь написано, что эти были и огненные языки. Пишет, что са были огненные языки. А оказывается, Духа Святого можно угасить. Как огонь. У кого какие появятся вопросы, вы можете подойти. Я вам покажу все эти места. Но сейчас я вам хочу сказать о том, что Духа Святого можно обидеть. Что вы кажете, что Святой Дух может да Го убидим. Своим неправильным поведением. Оскорбление Духа Святого, это когда Бог сделал, а мы говорим, что это не Бог. И можем да ускорбим, куда-то Бог направлен, и что не, что, скажем, что не направлен. Мы можем Его угасить. Можем да Го потушим. Мы все получили подарки. Не получили подарки. Просто. Но не все можем их удержать. Но не всички можем да Го удержим. Поэтому Господь и говорит, когда вы видите огонь, им нужно докладывать дрова. Трябва да слагате ошто дрова. Сейчас я хочу сказать каждому из вас, и на всякий един от вас иском докажет. Если у вас утро начинается не с Библии, ако ваша сутринь започва не от Библии, у вас нету дров. Значит, нема ты тези выглишта или дрова. Если один день прошел без молитвы и Библии, ако один день е минал без молитвы и Библии, у вас нету дров. Может быть какой-то запас, который горит и тлеет. Имам, может быть, още огонь. Но это не то. Но това не е същото. Господь хочет, чтобы мы горели для Него. Господь иска да будем запалени за Него. Потому что, когда Он давал заповеди, одна из самых больших, как она звучала? Как звучит тя? Беагавта ет Адонай Елохеха. Возлюби Господа своего. Возлюби своя Господ. Всем сердцем своим. Цялото си сердце. Всей душою. Не половинкаю. Всей душою. Не с половинкаю. С целата си душа. Цялото си разумение. Я это говорю не для того, чтобы кого-то осудить. А просто, чтобы мы вспоминали о том, что человек, который не подпитывает в себе огонь Духа Святого, рано или поздно он погаснет. Да сохранит нас Господь от этого. Да упази Господь нас от това. Ну, а сегодня день подарков. А днес е ден на подаръците. Я хочу вам подарить песню. Искам да ви подаря песен. Песню благословений. Песен на благословение. Благодарю. 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 Этот день я Благословляю цели ваши, Пусть будут открыты ваши небеса. Благословляю веру вашу, Пусть будут жизни чудеса. Благословляю все надежды, Благословляю всю любовь. Благословляю вашу сущность, Благословляю вновь и вновь. Благословляю все молитвы, Пусть помазание сойдет. На ваши просьбы и желания Отец ответ всегда пришлет. Благословляю ваших близких, Кто рядом с вами, кто живой. Благословляю слово жизни, Спасешься ты и весь дом твой. Примите все благословения, Поверьте, это все для вас. Господь вас очень сильно любит, По вашей вере вам воздаст. Примите все благословения, Поверьте, это все для вас. Господь вас очень сильно любит, По вашей вере вам воздаст. Слава Господу.